Хорошо, все элементы уже настроены, давайте производить обучение. В этот раз мы немножко усложним обучение. В прошлый раз мы брали весь наш датасет, считали по нему лосс-функцию, дальше делали градиентный шаг и повторяли этот процесс многократно. Но в реальной жизни вряд ли поместится в память весь датасет. То есть обучение в реальной жизни происходит по частям данных. Они называются бачи. Мы должны отрезать некоторый кусочек наших данных, посчитать по нему лосс, посчитать по нему градиентный шаг, сделать градиентный шаг, взять следующий кусочек и так далее. Вот так этот процесс проделывать. Соответственно, одна эпоха, то есть итерация просмотра всего датасета, у нас бьется на много маленьких частей. А здесь вот эту разбивку мы будем делать следующим образом. Нам понадобится функция NumPyRandomPermutation. Что делает эта функция? Ну вот если мы вызовем ее с аргументом 5, она даст нам NumPyArray размером 5 с числами от 0 до 4 включительно, случайно перемешанными. Если мы сюда поставим размер нашего трейного датасета, то мы получим некоторые индексы в случайном порядке. И получается, что если мы от нашего датасета возьмем эти индексы, то мы получим пошафленный, перемешанный датасет. Вот каждую эпоху мы будем шафлить датасет и потом резать его на части. Скажем, что вот эти части будут размера 10 элементов. Можно взять любое другое значение. Итак, каждую эпоху мы будем перемешивать наш датасет. У нас есть переменная order, которая определяется каждую эпоху, которая говорит порядок индексов, которые нужно применить к датасету. Вот этот порядок, из него мы будем вырезать участки длиной batch size. То есть, каждую эпоху мы будем делать перемешивание нашего датасета, определяя переменную order, которая отвечает за порядок элементов. А после этого мы из вот этого порядка будем вычислять некоторые подмножества, начиная со startindex, который будет 0, 10, 20 и так далее, до конца batchа. То есть, если startindex 0, то конец будет 0 плюс 10, значит, 10 индекс, конец не включается. И получается, что batchindexes это некоторые индексы, которые соответствуют текущему batchу. Таким образом, мы каждую эпоху гарантированно проходим все значения в датасете, при этом каждые террасы обучения происходят по 10 элементам. Вот эти batchindexes мы их возьмем из x-trainer и y-trainer, чтобы получить и данные, и ответы. Сделаем forward, то есть пропустим весь batch через нейросеть, получим некоторые предикшены. Напомню, это без softmax, то есть это выходы на последних трех нейронах. После этого посчитаем loss на выходах нейронной сети и реальных значениях. И посчитаем backward, то есть у результата выполнения loss-функции мы посчитаем производную. А результаты этой производной, то есть градиенты, которые получились, окажутся у нас в оптимайзере, потому что он оборачивает все веса нейронной сети. Далее оптимайзер может сделать step, то есть шаг градиентного спуска. Продолжение следует...